Саратовцы поделятся с жителями Крыма теплом. Напомню, подача электричества на полуостров была прервана 21 ноября. Тогда украинские активисты подорвали две линии электропередачи в Херсонской области. Саратовские власти не остались равнодушными к проблемам крымчан и организовали сбор гуманитарной помощи. Что направят на полуостров, расскажет Елена Петрова. Идут торги, а мы страдаем. Вот это плохо, конечно. О своих бедах жители Крыма говорят открыто. Почти две недели люди живут без электричества. Включают свет лишь на час-два в каждом доме по графику. Из-за отсутствия электричества не работают многие учреждения. Но главная проблема – нет отопления. Саратовские власти решили поддержать крымчан. Был организован сбор очередной гуманитарной помощи. На беды жителей полуострова откликнулись многие предприятия региона. Это предприятия, организации, учреждения. Были обращения к ним для оказания именно гуманитарной помощи Республике Крым. Очень хотелось бы выразить признательную благодарность, что отозвалось достаточное количество предприятий, организаций, руководителей предприятий, организаций. За несколько дней собрали 3 тонны консервов, 7 тонн круп и 3 тонны макаронных изделий. Но фаворит этого гуманитарного груза – дизельная электроподстанция. Одна такая установка может на несколько часов обеспечить многоэтажный дом теплом. Данная электростанция, если минимизировать нагрузки на жилой дом, не пользоваться лифтом, то одноподъездный девятиэтажный дом будет способна запитать. Рассчитано, как я уже сказал, на 9 часов автономной работы, запитывается дизелем. Электростанция новая, проверенная, рабочая. Какой дом запитают этой подстанцией, определят власти Крыма. Гуманитарный груз в сопровождении сотрудников регионального МЧС отправили на полуостров. Ситуация в Крыму тем временем остается серьезной. Лишь накануне через Керченский пролив проложили первую очередь энергомоста. Правда, его мощности хватает далеко не на весь полуостров. Еще три очереди обещают построить к 20 декабря.